Утро нового дня. Программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга». Здравствуйте! Сегодня вторник, 8 февраля. У микрофона журналист Евгений Слюняев. О событиях, которые происходили в этот день в разные годы в мире, в России и в нашем крае, расскажет наш ежедневный исторический хронограф. Сегодня, 8 февраля, отмечаются День российской науки, Международный день безопасного интернета, День юного героя-антифашиста. В Индии отмечается День предложения руки и сердца, а в Соединенных Штатах Америки День любителей картофеля. В разные годы истории этот день отмечен следующими событиями. 8 февраля 1724 года Петр I подписал указ об образовании Российской Академии наук и художеств. В 1819 году учрежден Санкт-Петербургский университет. В 1837 году в этот день состоялась трагическая дуэль между Пушкиным и Дантесом. Ровно сто лет спустя в этот же день на месте дуэли открыт памятник. 8 февраля 1838 года американский художник и изобретатель Сэмюэл Морзе впервые публично представил систему электромагнитного телеграфа. В 1913 году в этот день участники движения «За равноправие женщин» в Великобритании уничтожили телефонную линию, соединяющую города Лондон и Глазго. 8 февраля 1919 года в России введена система поясного отсчета времени. Декретом Совнаркома страна была разделена на 11 часовых поясов. А в 1924 году, 8 февраля, состоялся полет первого советского пассажирского самолета АК-1. 8 февраля 1928 года произведена первая в мире передача телевизионного сигнала через океан из Лондона в Нью-Йорк. В 1929 году в русском языке появилось слово «вертолет». Так авиаконструктор Николай Ильич Камов назвал свое изобретение «летательный аппарат принципиально нового типа, подъемная сила которого создается с помощью несущего винта». В 1945 году из немецкого концлагеря Пенемюнде состоялся дерзкий побег на захваченном вражеском самолете 10 советских военнопленных во главе с летчиком Михаилом Девятаевым. 8 февраля 1981 года Ульяновской нефтегазоразведочной экспедиции объединения «Волга-Камск-Геология» по итогам всесоюзного социалистического соревнования за четвертый квартал 1980 года присуждены первое место и красное знамя Министерства геологии СССР и ЦК профсоюза отрасли. В этот день родились советский шахматист, международный гроссмейстер Юрий Авербах, киноактер, народный артист СССР Вячеслав Тихонов, актриса театра и кино, народная артистка России Ирина Муравьева, актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы фигурист Роман Костомаров. Исторический хронограф Специальный репортаж Прозвучавшим неделю назад в нашем радиоэфире репортажа об итогах служебно-боевой деятельности Управления Росгвардии по Ульяновской области, судя по поступившим в редакцию отзывам, особый интерес вызвала тема контроля за оборотом оружия и выдачи разрешений на его приобретение. Подробнее о некоторых особенностях хранения и ношения оружия и использования его по прямому предназначению в соответствии с законодательством Российской Федерации сегодня в нашей вечерней программе мы будем говорить с заместителем начальника управления Росгвардии по Ульяновской области, начальником Центра лицензионно-разрешительной работы, полковником полиции Алексеем Мартьяновым. И один из вопросов затронет тему хранения оружия. Хочу обратить внимание всех граждан, владельцев оружия, примите исключительные меры для того, чтобы ваше оружие оставалось в надежном месте, то есть в сейфе, закрытое и в безопасности. Что для этого нужно сделать? В обязательном порядке принять все исчерпывающие меры, которые не позволят любому гражданину, а также членам вашей семьи получить доступ к вашим ключам, ключам от сейфа, в котором хранится ваше оружие. Ключи от сейфа должны находиться только у владельца оружия, больше ни у кого. Это требование законодательства, требование всех нормативных документов и требование безопасности хранения оружия. Ключи должны находиться строго у владельца и в недоступном месте для всех остальных. Как мы говорим, чтобы никто не знал, где они находятся. Самый лучший вариант, идеальный исключительный вариант, когда гражданин, уходя из дома, ключи от сейфа забирает с собой и нигде их не оставляет. Кроме того, оружие в соответствии с законодательством должно храниться строго в сейфе, который имеет надежный замок, который невозможно открыт никакими приспособлениями. Оружие в соответствии с законодательством должно быть разряжено, поставлено на предохранитель, а патроны должны храниться в отдельном закрываемом месте. Это требование закона. Я хочу пояснить нашим радиослушателям, что мы не случайно столько времени уделили этому вопросу, потому что, к сожалению, бывают случаи, когда несовершеннолетние дети находят ключи от сейфа, вскрывают его, достают из сейфа внестрельное оружие, которое принадлежит или отцу, или близкому родственнику, и, не зная правила обращения с оружием, причиняют вред здоровью себе или окружающим людям. Такое ведь тоже бывает. К сожалению, на территории Российской Федерации такие случаи были, и такая ситуация сложилась только по одной простой причине, что гражданин-владелец оружия халатно отнёсся, небрежно хранил, и, соответственно, это повлекло трагедию в его семье. Вы должны понимать, что огнестрельное оружие, оно причиняет максимальный вред, который возможно вообще причинить, и эта трагедия будет только лично на вашей совести, поэтому ещё раз говорю, хранение оружия должно быть в исключительном идеальном состоянии. Вы должны всегда понимать, что оружие – это повышенный предмет опасности для всех. Ещё одной сферой деятельности Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии является взаимодействие с гражданами и юридическими лицами, осуществляющими охранную и детективную деятельность. Кстати, 11 марта исполнится 30 лет со дня принятия закона о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации. Об истории и сегодняшнем дне частной охранной и детективной деятельности в нашем регионе расскажет председатель правления Региональной ассоциации отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности Александр Нырков. До 30 лет негосударственная сфера безопасности превратилась в негосударственную систему безопасности. Причём спектр коммерческого рынка безопасности достаточно сильно изменился. Дне государственной сферы безопасности, численность которой перевалила до 3,5 миллиона, с одной стороны сейчас переживает некоторые преобразования, связанные с сокращением финансового рынка и заменой человеческого фактора на технические средства, а с другой стороны всё равно остаётся системой рынка. Итак, напоминаю вам о том, что полностью беседу с заместителем начальника управления Росгвардии по Ульяновской области, начальником Центра лицензионно-разрешительной работы, полковником полиции Алексеем Мартьяновым и председателем правления Региональной ассоциации отраслевого объединения работодателей в сфере охраны и безопасности Александром Нырковым, вы услышите сегодня в вечерней программе радио Государственной телерадио компании «Волга» в 19 часов 20 минут. Экосфера В Заволжском районе города Ульяновска на протяжении уже нескольких лет регулярно фиксируются выбросы в воздух загрязняющих веществ и выявляются источники этих загрязнений. Так, в ходе очередного межведомственного рейда инспекторами Эконадзора совместно с сотрудниками полиции, представителями администрации города Ульяновска и Заволжского района проведено выездное обследование на территории гаражно-строительных кооперативов Петров-Овраг и Околица и выявлено два источника выбросов в воздух загрязняющих веществ. По данным фактам будут проведены предусмотренные законом контрольно-надзорные мероприятия. Проблемы загрязнения атмосферного воздуха и пути их решения были обсуждены на заседании штаба по комплексному развитию региона. О принятых по поручению губернатора мерах доложил исполняющий обязанности директора Департамента природопользования Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области Роман Кирпичников. В Министерстве природы и цикличной экономики проведено два рейдовых мероприятия, в том числе и ночное, а также с привлечением лаборатории. Отбирались пробы на перекрестке филатов Созидателей проспектов, а также проспектов Ульяновский и также Созидателей. Результатом отбора проб превышения не выявлено. 28 января был ночной рейд, где выявлено два источника. В настоящее время в рамках Родиса административного правонарушения проводятся мероприятия для установления лиц и привлечения их административной ответственности. Также хочу отметить то, что мониторинг атмосферного воздуха в городе Ульяновске продолжается. Как и ранее было выявлено одно превышение, 1,1 ПДК разовое. Высоких, экстремально высоких не выявлялись и не фиксировались. Также проводилась встреча с жителями микрорайона Новый Город. По результатам данной встречи было принято три решения. Также о продолжении проведения контрольных надзорных мероприятий министерством. Также продолжать перемещать и создавать площадки для перемещения производств из ГСК на промышленную зону. И также в рамках развития территории города рассмотреть возможность замены гаражных оператив на многоуровневые парки. Также хочу отметить, что проводилось совещание с силовыми структурами. Хочу отметить положительную динамику со стороны федеральных структур. Так, для примера, Росприводнадзор доложил на совещании, что они составили график отчисления контрольных надзорных мероприятий на территории города. И работы начата уже в личной железнодорожном районе два предприятия по ряд статей. Ранее такой график не составлялся, Росприводнадзор получили только рейдовые мероприятия. В рамках созданной рабочей группы под председательством Ульяновской природоохранной прокуратуры. В ближайшее время планируется проведение прокурорских проверок в отношении ряд юридических лиц уже на соблюдение всего комплекса природоохранного законодательства, который обязывает выполнять каждый предприниматель. Доклад представителя Министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области дополнил заместитель губернатора Игорь Эдель. Мы организовали еще один мониторинг, то есть помощники теперь будут каждый вечер выезжать, разговаривать с людьми, с гражданами. Потому что вчерашний мониторинг показал, что люди прям говорят, что когда начали показывать по телевизору, когда мы увидели рейды, пошел слух, днем совсем прекратилось, а ночью только иногда наблюдается выброс. То есть работа видна простым людям, так что будем продолжать работать. В том, что работу необходимо продолжать, убежден и губернатор Алексей Русских. Хорошо, продолжайте, потому что заявления от жителей постоянно поступают, они не прекращаются. Может быть, ситуация улучшилась, но сообщения как были, так и есть. Необходимо какое-то кардинальное решение уже здесь принимать. Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений о словах, выражениях и ударениях. Здравствуйте! Под мышкой или под мышкой, как правильно. В русском языке существуют обе формы. Убирать одну из них следует, ориентируясь на контекст. Прежде всего, стоит сказать, что такое подмышка. Несмотря на простоту и мнимую прозрачность значения этого слова, многие не знают, почему внутренняя часть плечевого сгиба называется именно так, и как это вообще связано с мышкой. Эта мышка, в отличие от компьютерной, не имеет к грузу нам даже метафорического отношения. Подмышка – это место, находящееся под мышцей. Мышка в этом случае – форма слова «мышца». Так вышло, что в результате развития языка предлог «под» и слово «мышца» срослись, и мы получили существительное «подмышка». Поэтому, если вы хотите употребить существительное, пишите слитно «подмышка». Есть в русском языке и застывшие раздельные формы существительного мышка и предлог «под». Обычно эти слова зависят в предложении от глагола сказуемого и отвечают на обстоятельственные вопросы. Важно понимать, что это не форма одного и того же слова, а самостоятельные слова, наречия, которые традиционно пишутся раздельно с предлогами. Это платье мне тесно под мышками. Для измерения температуры нужно поместить градусник под мышку. В спешке он сунул телефон в подмышку. Вот такие мышки и подмышки у меня сегодня были. И на этом у меня все. До свидания! Удачная жизнь С вами Наталья Юкозина. Снег, сугробы, а мы не боимся и смело отправляемся на дачу. Нам как раз такая зимняя погода на руку. Во всяком случае, наша ведущая Марина Прибылова, бывалый садовод-любитель и председатель СНТ-Медик, так и делает. Запасается мочевины и вперед на спящих вредных насекомых. Уничтожает их, как говорится, на корню. Это самая первая и самая ранняя обработка плодовых деревьев и ягодных кустарников. Я покупаю пакет мочевины, делю его на две части и заливаю в 10-литровые ведра. Это все размешиваете, чтобы гранулы растворились. И опрыскиваем все деревья, и яблони, и груши, и виноград, и кустарники. Только стволы. Можно бордовской смесью обработать, медным купоросом. Но я из своего опыта все-таки рекомендую обрабатывать мочевины. Это самое эффективное. Для чего эта обработка нужна? Для чего? Вот ранние весна, все насекомые у нас еще спят. Когда мы обрабатываем стволы деревьев и кустарников, и вокруг кустарников, и вокруг деревьев, когда они начинают просыпаться, и уже вот это вот яд уже убивает в земле не проснувшиеся насекомые. Все-таки желательно, чтобы снег уже растаял? Немного лежит, это ничего страшного нет. На снег попадает эта обработка, и он вместе с снегом попадает в землю, и все насекомые-то все убиваются. Есть, конечно, и другие химические средства. В магазинах сейчас очень большой выбор. А вы предпочтение отдаете именно химии? Сейчас у нас все насекомые привыкают. Мы обрабатывали всегда картошку перед посадкой престижем. Сейчас этого престижа хватает только до цветения картофеля. После этого опять сажу на картошке, выводят личинки, потому что каждый насекомый имеет привыкание к препаратам. Обычная обработка домашним способом неэффективна. Дальше, когда уже мы приходим на дачу, это будет конец апреля, начало мая, перед распусканием почек, там нужно уже обрабатывать еще раз. Смотреть, как набухли почки, завелся ли клещ. Нужно будет еще раз провести обработку. Как угадать, что клещ завелся? А вот такая почечка на смородине, на вишне, на яблонях. Цветовые почки или почки, которые выпускают листочки, они очень-очень сильно набухшие, получается как шарик. Это вот клещ, он очень быстро размножается. Вот это убрать обязательно нужно. Потому что лю мы с вами увидим только уже после цветения. Мы с вами обработали ранней весной. Дальше мы приходим на дачу уже где-то в середине апреля. Мы можем обрабатывать и второй раз этой же мочевиной. Это уже до появления цветовой почки и почки, где выпускаются листочки. У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня в рубрике «Дом с биографией» я продолжу рассказ о доме номер 10 на улице Гончарова, в котором когда-то располагался банк, затем дворец пионеров, а в настоящее время он является домом для областного театра кукол. Дом с биографией Среди десятков тысяч людей, эвакуированных в Ульяновск в начале Великой Отечественной войны, в нашем городе оказались и артисты Московского театра Аперетты, супруги Николай и Марины Нюсюры. Они стали первыми актерами, режиссерами и руководителями созданного 1 апреля 1944 года Ульяновского областного театра кукол. Дети и взрослые горячо принимали спектакли кукольного театра, и возникла необходимость предоставить кукольному театру постоянное помещение. Однако сразу решить вопрос о помещении для нового театра в послевоенном Ульяновске не удалось. Осенью 1945 года кукольников хотели заселить в здание детской музыкальной школы на улице Гончарова. Но потом, видимо, поняли, что не стоит решать проблемы одного учреждения культуры за счет другого. В 1947 году театр прописался в бывшем здании троицких номеров, ныне это улица Спасская, дом 10. И в 1970 году бывшее здание Дворца пионеров по улице Гончарова было передано театру кукол, но почти два года заняло его переоборудование, ведь новое помещение было почти в три раза просторнее прежнего. Больше стали и сцена, и зрительный зал. Появилась возможность устроить удобное фойе, вестибюли, репетиционную комнату, мастерские, буфет. И вот в 11 часов утра 12 ноября 1972 года театр кукол открыл новый сезон в обновленном здании бывшего Госбанка. Журналист Алла Багдасарова писала, «Кукольный дом должен быть именно таким, с башенками и украшениями, и с золотой яблоней на лестнице и с игрушечным заправдышным городком Фойе». В 1999-2000 годах проводилась реконструкция здания с целью расширения зрительного зала и увеличения подсобных помещений. Активную организационную помощь оказывал работам глава администрации области Юрий Фролович Горячев. Перестройка коснулась дворовой части здания, бывшего операционного зала Банка. Оно было разобрано и взамен возведен новый двухэтажный объем по проекту архитектора Татьяны Сергеевны Ивакиной. Некоторые краеведы протестовали против сноса исторической части здания. Однако, как показало время, перестройка театра была своевременной и значительно расширила возможности кукольников. В ноябре 2000 года обновленный театр вновь распахнул свои двери. Зрительный зал стал вмещать 212 человек. Появилось компьютерное управление декорациями. Многочисленные службы театра получили просторные помещения. Забор украсили фигурки золотой рыбки, царевны лягушки, зайца, совы и других животных, проживающих в сказках. А с южной стороны от фасада разместилась афишная тумба, искусно оформленная ульяновскими кузнецами. На ней небольшая башенка, под крышей которой с четырех сторон разместились сказочные персонажи. Петрушка с трубой, грустный царь горох, баба яга в ступе и жар птица. Все сооружение венчает сидящий, как и положено на спице, золотой петушок. 17 августа 2007 года на заседании правительства Ульяновской области было принято решение о присвоении ульяновскому областному театру кукол имени народной артистки СССР Валентины Михайловны Леонтьевой. Наш театр кукол сотрудничает с зарубежными режиссерами. В музее театра на почетном месте награды всероссийских и международных фестивалей. Так в сентябре 2013 года спектакль «Фрэкен Джули» завоевал гран-при на фестивале «Волготеатральное» в Самаре. Ульяновский областной театр кукол всегда остается молод душой. А иначе и нельзя, ведь его главные зрители – дети. И, как писал актер театра Александр Иванович Амехин, мир станет скучнее, если исчезнут вдруг куклы. В начале 1950-х годов мощный пласт авторских песен появился в студенческой среде. В первую очередь в Московском педагогическом институте имени Ленина и на биологическом факультете МГУ. Известнейшими авторами этой плеяды стали Дмитрий Сухарев и Ген Шангин-Березовский, о котором я сегодня хочу вам рассказать. Но сначала предлагаю послушать небольшой фрагмент его песни «Звенигород» на стихи Дмитрия Сухарева. ПЕСНЯ 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 Итак, Ген Никифорович Шангин-Березовский, доктор биологических наук, педагог, литератор и композитор. Родился в семье московских медиков Зинаиды Феоктистовны Березовской и Никифора Ивановича Шангина. Дед по матери, Феоктист Алексеевич Березовский, известный русский и советский прозаик, революционер, член РСДРП с 1904 года. Войну Ген встретил в пионерском лагере в Крыму. Отец служил в Красной Армии. Мать тоже всю войну провела в действующей армии начальником полевого госпиталя в чине майора медицинской службы. Уходя на фронт, она была вынуждена отдать сына в интернат, который вскоре был эвакуирован в глубинку Горьковской области. Лишь через несколько месяцев отцу удалось найти своего сына и переправить к деду и бабушке в Омск. Затем было лечение от дистрофии, возвращение в Москву. Среднюю школу юноша закончил с золотой медалью. В 1953 году Ген Шангин-Березовский окончил биофак Московского государственного университета имени Ломоносова. Он был участником научных экспедиций в Приморье, Заполярье, на Кавказ и Памир. В 60-е и 70-е годы принимал участие в экспедициях на научно-исследовательских судах по Тихому и Атлантическому океанам. В 80-е годы преподавал в Московской ветеринарной академии имени Скрябина. Написал более ста научных работ. Он автор многих изобретений и открытий в области радиационного и химического мутагенеза растений. А еще Шангин-Березовский – автор множества стихов, рассказов, драматических произведений. Но большая часть его литературного наследия, к сожалению, не опубликована. Вместе с Дмитрием Сухаревым и другими коллегами в театральной студии МГУ он работал над спектаклем «Камарики», для которого были написаны их первые совместные песни. Одним из первых в МГУ Шангин-Березовский начал сочинять студенческие и туристские песни. Первую песню «Песню о далеком друге» он написал еще в 1949 году. Чуть позже стали широко известными его песни, написанные на стихи Дмитрия Сухарева «Взвени город идем» и «Листопад». А его песня «Царевна Несмеяна» широко разошлась по всей стране в рукописных переписках. И многие считали ее образчиком русской народной поэзии XIX века. Эту песню, кстати, пела известная певица Алла Иошпе. Но мы послушаем ее сегодня в исполнении Галины Хомчик. Ты стоишь у окна, небосвод высокой светел. Ты стоишь и молчаешь, и не знаешь отчего. Потому что опять он прошел и не заметил, Как ты любишь его, как тоскуешь без него. Ты скажи, расскажи, Может, в нем одном отрада Или просто тебе Стало холодно одной Может, просто тепла Твоему сердечку надо Чтоб не ждать, не страдать И не плакать под луной 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 Все пройдет, все пройдет, станет поздно или рано, чудным сном, дивным сном этот вечер голубой. Не грусти и не плачь, как царевна не смеяна, это глупое детство прощается с тобой. Не грусти и не плачь. Ген Шангин-Березовский был очень харизматичной личностью, ярким лидером. Он жил в Лаврушинском переулке в писательском доме в квартире своего деда, феоктиста Березовского. А его сын Никита Шангин, почетный архитектор Госстроя Российской Федерации, профессор Московского архитектурного института. Но многие наши радиослушатели наверняка знают его как участника телевизионного клуба знатоков «Что, где, когда». В своем последнем интервью, данном в январе 1992 года, Ген Никифорович Шангин-Березовский сказал. «Если говорить о том, как в моей жизни соотносится наука и искусство, то я могу сказать, что наука – это моя любовь. Я ее никогда не оставлю. А искусство – это моя страсть. И тихо теплится, светится и греет меня музыка, без которой я просто кончусь, потому что это душа моя. Я мечтаю успеть это отдать». А в завершении моего рассказа прозвучит песня «Ау», автором слов и музыки которой является Ген Шангин-Березовский в исполнении ансамбля «Скай» в составе Ольги Муратовой, Елены Чабан, Дмитрия Богданова и Андрея Сажина. И мы, и звезды, лежат за спиной, и мы, и звезды, висят над страной. К огню придвинулся сумрак ночной, и нам немного осталось. Без снова чая из кружки хлебнуть, ночному небу в глаза заглянуть, И не мечтая о крыше иной, не спеша затянуть. Дай нам мягче траву, дай нам покрепче чай. С каждым шагом «Ау», дали зовут снова «Ау», Значит, снова «Ау», скажем привалу «Прощай». И не придумана песня никем, Мы не носили ее в рюкзане, Мы зачерпнули ее в рюкзане, Когда всплывали усталость. Озерной сенью она рождена, Ее стучит на рассвете желма, Лесной царевной в зеленом венке Нам досталась она. Крайца сновый «Ау», Вечер «Ау» новый, Дай нам мягче траву, Дай нам покрепче сны. С каждым шагом «Ау», Дали зовут снова «Ау», Значит, снова «Ау», Ждут нас в стороне страны. Немые рюкзаны лежат за спиной, Немые звезды висят на стороной, Как юг и двинулся собрать ночной, И нам немного осталось Лесного чая из кружки хлебнуть, Ночному небу глаза заклинуть, И не мечтая о крыше иной, Не спеша затянуть. Вы слушаете утреннюю программу радио Государственной телерадиокомпании «Волга». Я, журналист Евгений Слюняев, Желаю вам крепкого здоровья И хорошего настроения. Всего вам самого доброго. До свидания. Этот день в истории музыки. У микрофона Алексей Сорокин. Здравствуйте. В этот день появились на свет Народный артист Российской Федерации Вячеслав Войнаровский. Дирижер. Композитор Джон Уильямс. Автор музыки к фильмам «Звездные войны». Гарри Поттер и узник Аскабана. Певец Дэн Силс. Композитор Сергей Шустицкий. Надевает осень свой наряд, Расплетая золото волос. На небесном шелке шелестят Локоны растрепанных берез, Ветер бродит, Нежно теребя облаков далекие мечты. Как похож сегодня на тебя Этот мир тепла и красоты. Также этот день в мировой и отечественной музыке отметился несколькими знакомыми событиями. В 1735 году открылась первая в США опера «Флора». В 1872 году в Миланском театре «Ла Скала» состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Аида». В 1874 году в Миланском театре «Флора». В 1874 году в Санкт-Петербурге на сцене Мариинского театра состоялась премьера оперы Мусоргского «Борис Годунов». В 1908 году премьера второй симфонии Сергея Рахманинова прошла в Санкт-Петербурге. В 1942 году прошла премьера «Dances Concertantes» Игоря Стравинского в Лос-Анджелесе. В 1969 году образовалась группа «Blind Fate». В 1991 году в Казани открылся международный оперный фестиваль имени Фёдора Шаляпина. В 1993 году в Великобритании вышел сингл группы Radiohead «Anyone can play guitar». В 2012 году в Москве в библиотеке имени Тютчева состоялась встреча, посвященная 80-летию певицы Майи Кристалинской. Постарею, побелею, как земля зимой, я тобой переболею, ненаглядный мой, я тобой перетоскую, переворошу, По тебе перетолкую, что в себе ношу. До небесы белька стану, время дорога, И совсем твоею стану только без тебя. Мой товарищ, страда внесут, мой судьба, Я тобой перестрадаю, чтоб найти себя. Я узнаю цену раю, откусив в раю, Я тобой переиграю молодость свою. Переходы, перегрузки, долгий путь домой, Вспоминай меня без грусти, ненаглядный мой. Т Hell... Т Ах-т Ах-т Т Ах-т 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 Продолжение следует...